В прямом эфире телекомпания Одинцова программа «Главная тема». Меня зовут Евгения Августина. Режим повышенной готовности отразился не только на нашей жизни, но и на работе жилищно-коммунальной сферы. Сегодня мы поговорим о вывозе мусора. У нас в студии заместитель глава Одинцовского округа Михаил Владимирович Каратаев и Кирилл Романович Кромский, территориальный управляющий рекоператора по нашему муниципалитету. Здравствуйте. Добрый вечер. А я напоминаю, что мы работаем в прямом эфире. Свои вопросы гостям в студии вы можете задать по телефону 8 495 508 86 84, а также оставляйте свои комментарии под прямым эфиром в аккаунте Одинцовского телевидения в Инстаграм. Я не обманула зрителей, когда сказала, что жизнь изменилась и не только наша, но и в жилищно-коммунальной сфере. Расскажите, пожалуйста, какие изменения произошли, как изменилась система ЖКХ? Система ЖКХ в период пандемии претерпела изменения, в первую очередь в честь уборки общедомового имущества. У нас был введен режим по дезинфекции первых этажей подъездов. Обработка проводится каждый день. Занимаемся мы этим уже практически два месяца. Каждый день делается обработка и каждый день делается фото и видеофиксация проделанной работы. На это задействованы силы уборщиц, подключены к этому дворники и, соответственно, все силы, которые могут помочь нам в данной уборке, они также принимают участие. Также у нас было принято решение об отмене проведения профилактических отключений горячей воды. Они отложены до 1 июля. То есть у нас традиционно начинаются после майских праздников, в этом году они начнутся уже после 1 июля. А срок отключения будет тот же? Срок отключения будет тот же, наши традиционные две недели. Но, повторюсь, это все теперь меньше на два месяца с точки зрения самого графика. Графики размещены на официальном сайте администрации, их можно посмотреть и увидеть свой адрес. Там будет написано, когда будет отключение по каждому дому, который есть в Единцовском округе. А на рекоператоре как-то вот эти условия отразили? Что-то изменилось в работе? Да, конечно. Мы увидели увеличение объемов на местах накопления твердых коммунальных отходов. Естественно, с своей стороны мы эти меры пресекаем. Мы стараемся максимально доставлять емкостья накопителей, чтобы избежать навалов на этих местах. Также мы выпустили специализированную технику по дезинфекции баков, усилили контроль режима в части соблюдения графика вывоза и интервала. А мусора стало больше? Почему? Машины стали ездить реже? Или это жители дома оказались и начали мусорить? Пандемия. Люди сидят дома, все люди начинают разбираться. Время появилось. Да, время появилось. Естественно, мы столкнулись в части индивидуальных жилищных строений, когда жители стали пребывать дома. Процент у нас от полутора до двух по сравнению с предыдущим месяцем вырос объем. И также мы сравним, конечно же, предыдущие годы. Опять-таки, с точки зрения многоквартирного фонда, также по полутора, два процента мы увидели увеличение объемов. Ну, на самом деле, хочется заметить, что работа водителя мусоровоза никогда не была легкой. А с режимом самоизоляции некоторые проблемы еще и усугубились. А какие именно, узнала съемочная группа нашего канала. Сидим, ждем, пока уберет машину. Выполнить полученные задания для водителя мусоровоза квест еще тот. Узкие проезды, припаркованные в несколько рядов автомобилей. Их владельцы, которые не спешат устранить помеху коммунальной технике. Бывают и похожие. Бывают. Бывающие реакции водителей. Не поднимают трубку. Или скидывают специально. Если поставили плохо машину, могут скидывать. Говорить, что это не их машина. Между машин протиснулись. Теперь нужно подъехать к бункерам. Опустошить право. И задача простая. Но только на первый взгляд. Осложнил ее крупногабаритный мусор, которого здесь быть не должно. В самоизоляции многие жители решили заняться ремонтом. Строительные отходы несут туда же, куда и бытовые. Хочется еще раз предупредить жителей о том, что данные отходы, они относятся к другому классификатору. И в этом случае необходимо собственнику заказывать отдельный бункер у специализированной организации, имеющей действующее разрешение. А вот с левым бункером задача со звездочкой. К нему еще подъехать нужно. Мусоровозу мешает белый автомобиль. Телефонного номера под лобовым стеклом нет. Приходится ювелирно маневрировать. Фото до и после обязательно для отчетности в режиме онлайн. Не выполнить задания оператора невозможно. Чревато не только попаданием в красную зону, но и жалобами от жителей. В том числе тех, кто паркуется, не думая о других. С введением режима самоизоляции работы у русского регионального оператора прибавилось. Мусора стало примерно на треть больше, а вывозить его труднее. Жильцы не ездят на работу. Их автомобили практически постоянно стоят во дворах. Мы проводим работу непосредственно с заказчиками, управляющими компаниями, которые нам помогают обеспечить проезды и непосредственно обеспечить доступ к местам накопления твердых коммунальных отходов. А также неотъемленную часть в этом вопросе осуществляют органы места самоуправления. А между тем, помеха коммунальной технике – это не только невывезенный мусор, но и штраф, причем немаленький – от 3 до 5 тысяч рублей. Для фиксации нарушения достаточно бдительного соседа со смартфоном, который сфотографирует нарушителя и отправит его фото на добродел. В прямом эфире телекомпания «Одинцова» программа «Главная тема». Сегодня мы говорим о вывозе мусора. Наш номер телефона 8495-508-86-84. Звоните, задавайте ваши вопросы гостям в студии. Кирилл, этот сюжет с вами мы снимали, наверное, месяц назад. Вот с тех пор ситуация с вывозом мусора изменилась? Стало, может быть, меньше мусора, или, может быть, люди как-то более ответственно стали подходить? Мы сейчас осуществляем не только вообще на территории Московской области. К сожалению, в части города Одинцова застройка плотная. Мы больше всех являемся лидерами в части запаркованности. Это порядка от 40 до 80 проблем, которые у нас отсвечиваются в нашей интеллектуальной системе. Мы пытаемся ее решать в день в день. То есть это запаркованность, отсутствие наличия проезда. Одной из основных проблем, конечно, также является морфологический состав, который присутствует в данных немкостях. Это строительные отходы. То есть это основная тоже проблема, где собственники квартир обязаны предоставлять и заказывать бункер в части частных компаний, которые имеют, как я уже говорил, действующую лицензию. К сожалению, когда техника подъезжает, видит данные отходы, это отображается в системах. Данная система у нас зеркальная, системы органов местного управления. Мы это видим и, грубо говоря, три экипажа выезжают на отработку. Это органы местного управления, заказчик, если это управляющая компания. И непосредственно мы дублируем со своей стороны выезд. Хочется отметить, что строка до обращения такого, она не просто так называется. Все-таки то, что мы хотим видеть, мы, жители Подмосковья, это непосредственно качественный, совершенный сбор, транспортировку. Но сбор совершенно будет начинаться непосредственно с нас самих. Если мы будем продолжать вставлять автомобили, мы этого, к сожалению, не увидим нескоро. Также у нас бывают, к сожалению, моменты, когда, особенно дома, которые имеют мусор-камеры, житель выходит и, имея там в руках крупный габаритный отход бытовой, просто оставляет его у подъезда. Ну, это диву, даешься этому. Как так? Ты же дома, грубо говоря, не сидишь, где поел, и ты идешь на кухню выбрасывать мусор. Хотелось бы призвать жителей, чтобы они доносили все-таки данные отходы до специализированных мест. А если их там нет, то всегда можно обратиться, мы совместно приедем, рассмотрим территорию и по возможности сможем организовать это место. Вот я так понимаю, что улица Белорусская, это одна, это самая проблемная точка, так скажем, или одна из проблемных? А вот какие-то такие горячие точки в городе, в муниципалитете можете назвать, где подобные проблемы еще существуют? Запаркованность, узкие проезды? Наши микроэн 4, 5, 8, микроэн Трехгорки, непосредственно, да, Белорусская. Это вот основные проблемные места. Ну, плотная застройка, тут уже как можем, так и крутимся. А как с вот этой запаркованностью можно побороться? Какие меры предпринимаете? Я так понимаю, что администрация с рекоператором решает проблему сообща, а вместе вот эта система работает. Ну, коллеги стараются как-то ограничить доступ к запаркованности, это гараживая какими-то преградами, ограждениями, сигнализирующими. Вот, также у нас действует территория манипулятор, который помогает освобождать эти места. Но хочется отметить, что все-таки присутствует и наложение административного правонарушения, за которое там положено от 3 до 5 тысяч рублей в случае помехам специализированным транспорту по забору твердых коммунальных отходов. Ну, мы стараемся этого избегать, да, стараемся работать на опережение. Некоторые уже привыкли, что оставлять номера, мы, в свою очередь, оповещаем водителя, ожидаем. Но, к сожалению, вот такие моменты, когда мы стоим, ожидаем водителей, сдвигает наш интервал. То есть, все-таки, вывоз мусора – это живой, такой крупный живой организм, да, в случае какого-то небольшого сбоя выходит вся система из строя. Вот, хотелось бы все-таки призвать, чтобы старались не парковать. С уважением относились к себе и к окружающим. Да, труд тяжелый у наших водителей. А расскажите, пожалуйста, об автопарке, какие машины вывозят мусор в нашем муниципалитете и вот приобретается ли техника с учетом вот этих узких проездов? Да, мы, в свою очередь, уже работая на этой территории, да, полтора года, для себя выстроили ряд проблем. Для малых микрораймов, в которых делается проезд, мы осуществляем, поставили, грубо говоря, закупки малогабаритной техники. В округе там стабильно работает порядка 65 единиц, но на сегодняшний день, да, в период пандемии мы усилились, выпустили дополнительно еще ряд техники собирающих, которые позволяют собирать все навалы. Михаил Задимович, относительно недавно в повестке дня один из первых вопросов было это приведение контейнерных площадков к стандарту раздельного сбора отходов. Удалось ли эту работу завершить и что это за стандарт? Расскажите, пожалуйста. У нас на сегодняшний день на территории Московской области действуют стандарты по организации мест сбора твердых коммунальных отходов. Это в первую очередь огороженная площадка с твердым покрытием, огороженная с трех сторон и с кровлей, чтобы осадки не попадали на собранные отходы. На ней устанавливаются баки серого цвета для смешанных отходов и баки синего цвета для отходов, которые подлежат повторной переработке. Соответственно, эти площадки соответствуют стандарту. У нас все муниципальные площадки, их на сегодняшний день 552 штуки, соответствуют данному стандарту. Но хочется отметить, что на территории есть не только муниципальные площадки, есть еще площадки, которые являются площадками юридических лиц, площадками детских садов, школ, поликлиник, больниц, площадками ТСЖ, ТСНов и управляющей компанией с огороженными территориями. По ним тоже ведется работа по проведению данных площадок в соответствии. На сегодняшний день у нас по этим площадкам в соответствии уже по 90% достигнут. А пандемия, опять же, подняла проблематику, связанную с площадками на территории деревень и СНТ. Там у нас на сегодняшний день имеется дефицит организованных площадок. Порядка 100 единиц у нас выявлено, где необходимо организовать площадки. Совместно с рекоператором мы туда приняли решение о выставлении баков. Выставленные баки, они пока установлены просто на твердое основание и выставлены они с целью понимания того, насколько удобно будет жителям, чтобы здесь стояли баки. И когда пройдет от двух до трех месяцев, мы увидим, что баки тут прижились. Либо, опять же, возникли какие-то неудобства для жителей, тогда мы их переместим. Если они там удобно жители, мы тогда будем организовывать уже работу по созданию стационарной, постоянной площадки по всем правилам, которые действуют в сегодняшний день. У нас данные площадки, повторюсь, за прошлый год мы 152 площадки привели в соответствии. То есть места установки баков, они решаются, определяются вместе с жителями, я правильно понимаю? Да, конечно, мы всегда стараемся получить мнение жителей. К сожалению, на сегодняшний день у нас ситуация такая, что проводить собрания очные невозможно. Поэтому на сегодняшний день мы стараемся это мониторить через соцсети. То есть когда выставили баки, мы смотрим, какой отклик идет через соцсети, через обращения и даже телефонные звонки в ТИР-управлении, либо к нам в управлении ЖКХ. И смотрим, насколько данные баки комфортны жителям. И если по ним нет отрицательной реакции, то принимаем решение о том, что данная площадка должна стать постоянной. А количество баков каким образом определяется? По нормативу накопления. То есть каждая площадка, к ней привязываются уже объекты мусорообразования. Это в первую очередь многоквартирные дома, ИЖС, торговые предприятия, юридические лица. Если у них нет своих площадок, то они привязываются уже к муниципальным площадкам. Для этого есть процедура с выдачей специального разрешения. Соответственно, на основании данных документов юридическое лицо обращается уже к рекоператору и заключает договор на вывоз мусора от той площадки, к которой оно было привязано. Соответственно, объем образования рассчитывается через норматив. И на основании норматива определяется то количество баков и их объем, который необходим установить на площадке. Михаил Владимирович уже сказал, что мониторят социальные сети в администрации. Рекоператор наверняка тоже следит за публикацией. Вот сейчас жалоб стало больше или меньше? Или примерно на том же уровне, что и обычно? Вы знаете, проблемы мигрируют. То есть раньше были какие-то точные проблемы, которые мы постоянно разбирали и разбирали. И видно, что результаты есть на улучшение. Так как если данная площадка, грубо говоря, выбивалась из строя, в нарушении графика, либо накопление сверхнорматива, данной площадки мы их больше не наблюдаем. Мы видим, что переходит проблема в другое место. Но там также пытаемся их решать. Вот недавно в соцсетях была опубликована целая подборка фотографий. Наверняка видели в одном из пабликов в социальной сети ВКонтакте. Навалы мусор. Вот с чем это связано? В чем причина навалов? Вот пока есть возможность подумать над ответом. У нас телефонный звонок 8495 508 86 84. Здравствуйте. Здравствуйте. Как вас зовут? Представьтесь, пожалуйста. Мирос Мария. Мария, очень приятно. Задавайте ваши вопросы нашим гостям. Михаил Владимирович, хотелось бы узнать. Я живу в микроэлеме 5А. У нас появился контейнер, который по сбору мусора дополнительного. Он находится отдельно от контейнерной площадки. Можно узнать, летит мусор во все стороны? Может быть, можно найти ему иное место? Спасибо большое, Мария, за вопрос. Ну, я так понимаю, идет разговор о контейнере 8-кубовом для крупного габаритного мусора, потому что в 5А микрорайоне у нас, насколько я знаю, мусор собирается через мусорокамеры. И установка данного контейнера неоднократно обсуждалась с жителями. То есть, там достаточно мощная инициативная группа. И данная площадка была выбрана как компромисс между расстоянием и комфортностью жителей по выносу мусора. Соответственно, здесь основная проблема того, что мусор, если он разносится, это говорит только о том, что надо просто аккуратнее его складывать. Потому что на сегодняшний день требования к организации площадки для размещения крупного габаритного мусора – это твердое основание. Требований по ограждениям нет. Мы, конечно, стараемся все площадки сделать с ограждениями, но на сегодняшний день, пока большинство площадок именно крупного габаритного мусора, они имеют просто твердое основание, на которое устанавливается контейнер. Потому что установка контейнера, если вы даже посмотрели ролик, она достаточно сложная, потому что маневрирование машины в узком пространстве затруднено. Поэтому здесь… Такой компромисс. Да, компромисс. Но хочется отметить, что тот мусор, который разносится, он регулярно убирается силами МБУ. Я напоминаю, что мы работаем в прямом эфире. Сегодня говорим о вывозе мусора 8495-508-86-84. Здравствуйте. Здравствуйте. Как вас зовут? Добрый день. Меня зовут Татьяна. Татьяна, очень приятно. Задавайте ваш вопрос. Значит, вот мы сейчас сидим на карантине, не можем выходить оплачивать. У нас нет онлайн-оплаты, мы не можем тоже произвести. Но получили вашу квитанцию к оплате за апрель месяц. Значит, капитальный ремонт сейчас по нулям стоит. Я, допустим, не заплатила за март месяц 562 рубля. Значит, пришло мне капитальный ремонт ноль, в итоге задолженность 864 рубля. А должна за март заплатить 562 с копейками. Значит, дальше идет обращение с отходами. Тоже у меня 565, а задолженность у меня написано 1423. Как можно вот это вот сделать, чтобы в платежках... Я постоянно возмущаюсь. Если мне приходит платежка 562 за капремонт и 565 за оплату с отходами, почему постоянно в итоге нет этой суммы? Могут с электроэнергией забрать, хотя я электроэнергию оплачиваю по старому лицевому счету. Почему в платежках нет порядка? И почему мелкий шрифт? Вот хотелось бы вас узнать. Татьяна, а почему у вас нет онлайн-кабинета? Нет возможности его создать? У меня нет интернета, допустим. Я не умею это сделать. Я готова заплатить через карту. А платежку вам выставляют? Я бы готова заплатить. Я не могу выйти из дома. Я не имею права выходить из дома. Я поняла. Спасибо большое, Татьяна, за вопрос. Насколько я знаю, волонтеры в такой ситуации могут оказать помощь. Они могут оплатить квитанцию за услуги ЖКХ. Но это уже тема другой программы. Михаил Дадимович, можете дать пояснение? Да, могу дать пояснение. Значит, здесь ситуация следующая. Первая квитанция, тот формат, который есть, эти шрифты, которые есть, они утверждены едины на всю Московскую область. Это квитанция, которая выпускается в Москву и Ирцам. И на сегодняшний день требование законодательства о размещении информации, оно учтено в полном объеме. И, к сожалению, формат А4 вмещает эту информацию только с такими шрифтами. Постоянно правительством ведется работа по улучшению читаемости данной информации. Но, к сожалению, пока вот такие шрифты, которые есть. Вы абсолютно правильно сказали, что можно посмотреть это в онлайн-кабинете. Там все крупнее и на мониторе это можно масштабировать как удобно. Второе, что бы хотелось отметить. Да, с апреля месяца прекращено начисление платы за капитальный ремонт. Апрель, май и июнь капитальный ремонт не начисляется. Но, если гражданин не оплатил март или оплатил его после 10 числа, то эта сумма попадает в задолженность. Соответственно, далее начисление идет апреля. Правильно абсолютно сказали, что ноль стоит по капремонту. И сумма за вывоз твердых коммунальных отходов. И данная сумма суммируется со старым долгом, который был. Соответственно, в квитанции будет долг за март учтен и начисление апреля. И данная сумма будет к оплате. По электроэнергии, если электроэнергия дважды дублируется, то есть там была фраза про старый лицевой счет, новый лицевой счет, не надо оплачивать разные квитанции. Все учтено в едином платежном документе. Он так и называется. ЕПД. Если он будет оплачен в полном объеме до 10 числа, то в следующем месяце вы получите квитанцию, в котором не будет задолженности. И все ваши платежи выйдут на нормальный график. Потому что очень часто, к сожалению, возникает ситуация, когда житель оплачивает в последние месяцы и удивляется, когда ему приходит квитанция с долгом. Система учитывает платежи, те, которые до 10 числа со стопроцентной вероятностью, а дальше вероятность снижается по мере приближения конца месяца. То есть если вы оплатили 29 числа, то со стопроцентной вероятностью ваш платеж уже не попал в расчет квитанции. И у вас будет долг, хотя вы оплатили его. Поэтому нужно оплачивать вовремя. Тогда в квитанции будет... До 10 числа, правильно? До 10. Это по закону. В законодательстве четко прописана обязанность оплаты жилищно-коммунальных услуг до 10 числа. После 10 числа это уже платежи, которые совершаются, так сказать, с некоторым риском, что они не учтутся в этом расчетном периоде. Я напоминаю, что мы работаем в прямом эфире. И тема наша все-таки не квитанции за услуги ЖКХ, а вывоз мусора. 8495 508 86 84. Здравствуйте. Здравствуйте. Мы вас слушаем. Да, как вас зовут? Здравствуйте. Меня зовут Анна. Анна, задавайте ваш вопрос. У меня такой вопрос. У меня дом в деревне Осакова. Каждый месяц приходят платежки за вывоз мусора. В то время, когда в деревне нет ни одной контейнерной площадки. Соответственно, эта услуга не предоставляется. За что тогда мы должны платить и почему платежки до сих пор приходят? Спасибо большое, Анна, за вопрос. Этот же вопрос к нам поступал в социальные сети. Сегодня сможете ответить про деревню Осакова? В целом, с 2019 года, когда региональный оператор вступал в действие, были опубликованы договора оферты. То есть, они были опубликованы посредственно всех средств массовой информации, включая официальные газеты, где говорилось о том, что в случае возникновения претензий в адресе определенного оператора заключается договор. Данный случай именно по этой деревне не могу обосновать. Готовы непосредственно связаться с заявителем. Данный вопрос в индивидуальном порядке проработал. Да, будем надеяться, что Анна оставила свой номер телефона для того, чтобы мы дали разъяснение уже после, за рамками эфира. Мы закончили на жалобах в социальных сетях. Вот те навалы мусора, которые... Там было много адресов. Вот с чем это связано? Адреса видели. Из всех фотографий процентов 80 составлял индивидуальное жилищное строение фонд. К сожалению, навалы связаны со следующим. Жители складируют отходы, не относящиеся к твердому коммунальному. В первую очередь это... Это тот самый строительный мусор? Это уже даже не строительный мусор, а спильная древесно-кустарниковая растительность, которая не попадает под данный вид отходов на вывоз. Да, и, к сожалению, есть моменты, опять связанные с крупногабаритной строительной ходой, не носящей бытовой характер. Данный вопрос были все отработаны. Коллегам спасибо ОМСУ. Удалось все эти вопросы решить. А вот кто и каким образом контролирует работу регионального оператора? Насколько я помню, это все через систему ЦУР была организована, достаточно сложная система контроля. Вот как это сейчас все работает? Вы абсолютно правильно сказали. Контроль осуществляется через автоматизированную систему, которая интегрирована в ЦУР. У нас есть раздел в нем, который называется «Мусор». В нем мониторятся жалобы жителей, в первую очередь. Далее в нем мониторится работа системы АИС-отходы. То есть из системы АИС-отходы получаются данные о вывозе площадок. Все площадки, которые туда загружены, а их там больше 1900 штук, эти все площадки каждый день выгружаются и отслеживаются по признаку вывезен, не вывезен. И каждое утро у меня на столе лежит отчет о том, какие площадки не были вывезены в течение суток. То есть когда в течение суток площадка не вывезена, она впадает в так называемую красную зону, и этот перечень выгружается. Ну вот сейчас у нас в режиме как раз пандемии колеблется данная выгрузка от одной площадки в сутки до восьми. Повторюсь, при 1900 загруженных системах. Считала капля в море. Да, то есть второй момент это когда жители обращаются там либо в соцсети, либо в Добродел, и данные жалобы также отрабатываются. Ну вот по тем жалобам, которые у нас на сегодняшний день рассматривались, их было три жалобы за прошедшую неделю в Доброделе. В соцсетях жалоб побольше, жалоб тоже порядка 5-7 за неделю возникает. И абсолютно правильно Коля я сказал, что это в основном жалобы в ИЖСах, либо СНТ. По СНТ хотелось бы еще один момент заметить такой, что в ИЖСах традиционно вывоз мусора был связан с сезонностью. И сейчас, когда люди заехали к себе в домики, они начали активно приводить в порядок свои дачные дома. Дома и эти дачные дома, они, когда приводят в порядок, весь мусор тут же выносят на мусорную контейнерную площадку. И возникают навалы, потому что тот график вывоза, который был предусмотрен, изначально он не учитывал от этого всплеска. Соответственно здесь необходима совместная работа нас, органов местного самоуправления, регионального оператора и старых деревень, также представители СНТ по своевременной смене тары. Потому что у большинства СНТ заключен договор на фактический вывоз, то есть по накоплению. И как только это накопление происходит, необходимо, чтобы обратились к рекоператору и вывозили. Конечно, самое лучшее, чтобы был заключен договор по нормативам. Тогда региональный оператор будет обязан вывозить регулярно. А вот эти нормативы? С периодичностью, которая позволит избежать там руха. Что это за нормативы? Как часто должны баки опустошаться? Вот я так понимаю, по наполнению, то есть бак наполнился, его вывезли. А вот про нормативы расскажите, пожалуйста. Ну, нормативы, они утверждены постановлением правительства. И эти нормативы, они рассчитаны на каждый вид деятельности. То есть есть нормативы на многоквартирные дома, есть нормативы на ИЖС, есть нормативы на частные домовладения в СНТ, нормативы на различные виды деятельности, парикмахерские, магазины, рестораны, в зависимости от специфики деятельности. Ну, то есть в парикмахерские это на посадочные места, в рестораны это на количество обслуживаемых столиков, ну и так далее. Соответственно, в соответствии с этими нормативами идет расчет тех объемов баков, которые ставятся на площадке. А вывоз нормативных площадок осуществляется в обязательном порядке ежесуточно, потому что это нужно для соблюдения санитарно-эпидемиологической обстановки. Это касается серых баков. Синие баки вывозятся в основном раз в неделю, либо по мере накопления. Там должен собираться так называемый сухой вид отходов, который не портится в течение суток. Кирилл, больше года, как мы переходим, скажем так, на раздельный сбор отходов, изменились ли привычки жителей? Или пока не очень? Да, это видно по той же замене баков. Допустим, к примеру, приведу, что на контейнерной площадке установлено пять серых им костей и одна синяя сетка. Мы видим, что график вывоза по мере накопления увеличивается в синей сетке, и мы понимаем, что объем отходов в сером баке уменьшается, тем самым появляется перенакопление на синей сетке. В данном случае мы делаем либо замену, либо доставляем дополнительный бак синего цвета. По окончании 2019 года у нас было, повторюсь, на муниципальных открытых площадках, которые являются вообще доступными, 1100 им костей, на сегодняшний день их уже полторы тысячи. То есть люди привыкают, люди сортируют, это приятно. Ответственно подходит. Ошибки какие чаще всего допускают при сортировке? Наверное, важно об этом сказать, чтобы устранить. Самое распространенное – несоответствие мусора, которое… То есть не все рыбаки, но в синей бак. Это вот одна из основных моментов. Хотелось бы также, да, по возможности, если удобно, данный мусор все-таки немножко прессовать, именно чистый отход, который пластик. Это тара, которая позволяет, если я со мной, сэкономить место. Сэкономить место, да, для… Ну как вы думаете, скоро мы окончательно перейдем на раздельный сбор? Ну и у нас… Вот говорят же, самое сложное – изменить сознание людей. Это действительно непросто. Мы должны, говорю, изменить сознание, в первую очередь, когда мы уходим из дома. И мы должны понимать, куда этот мусор мы должны определить. В данном случае, мы надеемся, что к концу этого года мы победим вместе, добьемся успеха в этой форме. Теперь Руди поможем немножечко очиститься. Хочется сказать, что с началом пандемии коронавируса в Одинцовском округе стали особое внимание уделять дезинфекции подъездов. Поговорим немножко о другом. За соблюдением всех правил следят сотрудники госжилинспекции. В один из рейдов вместе с ними отправилась и наша съемочная группа. Внимание на экран. Уборка начинается с лифта. Галина Маккессон ответственно подходит к своей работе, чтобы свести риск заражения коронавирусом к минимуму. Женщина старательно обрабатывает все поверхности, до которых могли дотрагиваться жильцы. Два раза в неделю мы дезинфицируем весь подъезд полностью. В каждый день первый этаж полностью. На этажах все кнопки, все перила, подоконники, все. Санобработка в ежедневном режиме теперь проходит во всех подъездах Одинцовского округа. А их насчитывается 6077. На уборку выходит армия коммунальщиков 820 человек. Сейчас она усилена дворниками. Особое внимание при дезинфекции уделяют первым этажам по простой причине. Это самое проходное место жилого дома. Через первый этаж проходят все жители данного подъезда. Соответственно, если у вас 12 этажей, на каждом этаже 4 квартиры, то получается у нас 48 человек каждый день проходят через этот холл первого этажа. А на самом этаже всего 4 квартиры и 4 жильца. Ну или если 2 из жильцов, то 8. Санитарную обработку подъездов контролируют с помощью специального мобильного приложения. Мелочи, которые от него могут ускользнуть, лично проверит представитель госжилинспекции. Смотрите, обрабатывали, подтеки остались. После этого нужно было протереть салфетку. Представители ГЖИ с белой спиртовой салфеткой в руках ежедневно обходят подъезды. Так и лучше видно, насколько ответственно уборщик выполнил свои обязанности. Ситуация удовлетворительная. Уборка производится своевременно и качественно. Как и предписано инструкцией подъезда, предварительно как следует вымыты. Нет следов грязи, пыли и так далее. После чего проведена достаточно качественная обработка хлорсодержащим средством. Если же вам кажется, что уборка проведена некачественно или ее не было вовсе, вы можете оставить жалобу на портале Добродел. Нарушения устранят в кратчайшие сроки. В прямом эфире телекомпания Одинцова. Программа «Главная тема». Сегодня мы говорим о вывозе мусора. 8-495-508-86-84. Наш номер телефона. Звоните и задавайте ваши вопросы. Михаил Владимирович, продолжается ли сейчас дезинфекция подъездов в том же объеме, как это было в начале распространения инфекции? Да, дезинфекция у нас идет, ежедневная работа. Эта работа уже производится, повторюсь, практически два месяца. И на сегодняшний день мы учли все те ошибки, которые были в начале, сделаны наработки по тому, как наиболее эффективно проводить эту обработку. Если вы обратите внимание, то у нас на сегодняшний день все уборщицы оснащены необходимым оборудованием. То есть у нас в обязательном порядке все уборщицы имеют маски, обязательно обрабатывают подъезды в защитных перчатках. Соответственно, необходимое обмунирование закуплено в достаточных объемах. Вначале был дефицит. Не буду скрывать, что когда мы начинали эту работу, мы собирали по крохам те запасы дезинфицирующих средств и особенно масок, для того, чтобы обеспечить ими наш персонал. Сейчас это в достатке созданы запасы. Этих запасов достаточно, в принципе, на месяц работы. Поэтому каждый день мы выдаем это работникам, и они осуществляют обработку подъезда для того, чтобы все жители были в безопасности. Плюс дополнительно на тех домах, в которых проживают жители с подтвержденным ковидом, проводится обработка специализированной организации федеральным государственным учреждением Центра дезинфекции Московской области в момент, когда данные больные направляются в больницу. То есть для того, чтобы еще обработать все те места, по которым человек прошел, когда направлялся уже в стационар для лечения. Поэтому данный вопрос, он на контроле у правительства, на контроле у нас. Мы контролированы также через мобильные приложения. Каждый день все 6000 подъездов отфотографируются, и данные загружаются в электронную систему, которая доступна для контроля как нам, так и правительству Московской области. А я напоминаю, что мы работаем в прямом эфире 8-495-508-86-84. Здравствуйте. Алло, здравствуйте. Алло, здравствуйте. Как вас зовут? Представьте, пожалуйста. Меня Андрей зовут. Очень приятно, Андрей. Задавайте ваш вопрос гостям. У меня вот такой вопросик. По поводу мусора. Вывозят хорошо, но у меня вопрос не по вывозу мусора, а по оплате мусора. Мы проживаем на Ростаново, деревне. Контейнеры поставили только в марте месяца этого года. А оплата приходит с 19-го года, января месяцем. Как быть? Спасибо, Андрей, за вопрос. Оставьте, пожалуйста, ваш контактный номер нашему редактору, для того, чтобы у наших гостей была возможность связаться с вами после эфира. Вот как быть в такой ситуации? Разбираться нужно отдельно? Да. Совершенно верно. Все, тогда, надеюсь, Андрей оставил свой контактный номер, чтобы потом мы могли дать ему ответ на его вопрос. Кирилл, а дезинфекция контейнерных площадок осуществляется вот сейчас? Безусловно, это осуществляется уже на данный момент с 20-го года на постоянной основе. Даже несмотря на то, что будет разрешен вопрос пандемии, эта работа будет продолжаться в соответствии с санитарной нормой. Техники 2 единицы на территории, которая работает по принципу посудомоечной машины. То есть житель, даже если будет идти мимо нее, он не заметит, что что-то происходит. Да, потому что дезинфекция выполняется идентично, как собирается непосредственно отходы. На самом деле изменений много в связи с пандемией в работе рекоператора и системы ЖКХ в принципе. И не могу не задать еще один вопрос, который не совсем по теме нашей программы, но тем не менее сейчас появилась информация о том, что коммунальные платежи за 3 месяца будут заморожены. Вот за какие 3 месяца, какие коммунальные платежи? Ну, первое, хотелось бы сказать, что не коммунальные платежи, а изменение тарифов за коммунальные услуги будет заморожено. То есть у нас на сегодняшний день коммунальные платежи никто не замораживал. И это хотелось бы отдельно попросить жителей данный вопрос взять на свою ответственность, потому что те люди, которые работают, это уборщицы, это дворники, это сантехники, это электрики, они должны получать зарплату за свою работу. И источником их зарплаты являются как раз коммунальные платежи. Поэтому если не оплачивать коммуналку, то в какой-то момент наступит ситуация, что данным людям нечем будет платить зарплату. А заморожена будет индексация цен на энергоносители и на сами оплату услуг содержания жилого фонда. То есть у нас традиционно 1 июля проходит индексация стоимости электричества, газа, содержания жилого фонда. Соответственно, данные индексации будут перенесены на более поздний период. По каждой из областей будет принято отдельное решение на основании расчетов комитета цены и тарифов. Соответственно, у нас это постановление выйдет и данную информацию мы доведем до жителей во всех средствах СМИ. А возможно, еще отдельно с вами встретимся и я подробно расскажу по каждому виду коммунальных услуг, как изменится тариф и как изменится плата за тот или иной вид содержания либо коммунальной услуги. Но, повторюсь, у меня большая просьба к жителям оплачивать регулярно данные услуги, потому что на сегодняшний день это очень важно. И это сфера, которая работает 24 часа в сутки, 7 дней в неделю без выходных праздников. Также на передовой, как и медики сейчас. Спасибо за это сравнение. Ну, в общем-то, это действительно так сталкивается. Вот, кстати говоря, к нам пишут из Звенигорода. Алена, Восточный, 3, дом 23. Забрали двух с нашего подъезда. Убрали их этаж и лифт, и то уборщица и дворник. Лежат в 45-й больнице. Мы с Звенигорода. Какие службы и почему их не видели? Значит, все, кто забирается в больницу, они отслеживаются Ростехнадзором. Ростехнадзором, извиняюсь, Ростехнадзором. Ростехнадзор, это, к сожалению, другая структура, не к ним, да? Ну, это как раз про ЖКХ. Роспотребнадзор каждый случай отслеживает. На основании заключения врачей направляет нам в администрацию информацию об адресе. И на основании данной информации мы туда направляем специализированную организацию. Если говорить о том, что никто не увидел, как обрабатывать. Данная специализированная организация обрабатывает в день порядка 50-60 подъездов либо точек, где либо были какие-то заражения, либо какие-то подозрения на данный случай. И работает очень быстро и профессионально. После себя оставляет фотофиксацию. То есть у нас все факты обработки подтверждены фотофиксацией. Соответственно, говорить о том, что что-то где-то не обрабатывали, не нужно, а именно можно запросить информацию у нас в управлении ЖКХ. И мы дадим информацию, когда была проведена эта обработка. Поэтому данный вид работы находится на особом контроле, так как это обязательная работа, которую мы проводим. И ни в коем случае не допускаем того, чтобы были какие-то пропуски. У нас бывают обратные ситуации, когда мы приезжаем на место, нам говорят, у нас здесь никого не забирали, это какая-то накладка. И тогда, да. Бывает, что жители наоборот. Кого-то увезли на скорой, житель звонит, говорит, у нас навезли человека на скорой, нужно обрабатывать. А человека увезли совсем по другой причине. Но переживают. У нас же идет обычная жизнь. Она включает в себя и другие виды болезней. Безусловно. Поэтому тоже здесь просьба к жителям не поддаваться панике. Повторюсь, если что-то это связано с вирусом, то мы обязательно обрабатываем. В том числе в круглосуточном режиме в ночное время тоже обработка проводится. Она проводится специализированной организацией, которая имеет огромный опыт по данной работе. Я напоминаю, что мы в прямом эфире. 8-495-508-86-84. Здравствуйте. Здравствуйте. Как вас зовут? Александр. Александр, задавайте, пожалуйста, ваш вопрос нашим гостям. У меня находится дом, деревня Труфановка, Ленцовский район. Уже на протяжении двух лет я плачу за мусор. У нас в деревне нет ни контейнера, ни приезжает никакая машина с мешками собирать мусор. За что я плачу, до сих пор не знаю. Кирилл, сможем пояснить по деревне Труфановка? Ну, обязательно созвонимся, во-первых, выйдем на место, посмотрим, что можно предпринять по данному вопросу. Александр, пожалуйста, оставьте ваш номер телефона нашему редактору, чтобы мы могли передать его региональному оператору. А я хочу сказать спасибо, что пришли к нам сегодня в студию, несмотря на достаточно непростой период. И спасибо всем, кто провел свое свободное время вместе с нами. Берегите себя и до новых встреч на ОТВ. Спасибо.